Экстремизм, терроризм, наркомания – это почти синонимы, если речь идет о разрушении личности. Как избежать манипуляций сознанием неокрепшей молодежи? Этому вопросу был посвящен круглый стол в администрации сельского поселения Успенская. Для начала немного теории. Руководитель народной дружины Владимир Кузнецов четко расставил акценты. Экстремизм, сопряженность с насилием – это уже терроризм. Особую опасность представляют деструктивные секты, отголоски деятельности которой слышны и в Одинцовском районе. Три уголовных дела по экстремистской направленности. Самое, что ближнее к нам – это житель поселка Назарева. Занимался распространением экстремистской… ну, распространял экстремизм, можно сказать. В отношении у вас была статья 282. Также хотел сказать, что на территории района задерживались граждане различных республик. Это Узбекистан, которые занимались пропагандой экстремизма и терроризма. Также проводили пропаганду, вербовали экстремистскую организацию в ИГИЛ на территории района. Противодействовать экстремизму можно только сообща. В этом уверены педагоги, спортивные тренеры, духовные наставники и молодежь. Директор детско-юношеской спортивной школы «Горки-10» Игорь Лизунков подчеркнул, если ребенок занят, ему не до радикальных вероучений. Спорт – это ежедневное вот это вот копание. Ежедневное толкание, игры, помощь или какие-то там… Идет, как бы, человек заполняется какими-то целями, идеями. Он идет по лестнице к одной цели, потом к другой. И он заполнен, и он устойчив в отношении, допустим, если куда-то его повернуть там. Или наркотики ему там. Или этот стакан, который наполнен водой. И туда уже наливать нечего. И все-таки каждый современный подросток знает, что такое социальная сеть. Имеет постоянный доступ к интернету благодаря современным гаджетам. Виртуальное предложение может повернуть неокрепшую личность на 180 градусов. Как не пустить ребенка, не запрещая? Это тонкий вопрос. Для этого у нас есть в каждом учреждении руководители. Да, есть люди, отвечающие за воспитательную. Для этого мы собираемся здесь вместе. В конце концов, где-то такие проявления. Мы тут же это узнаем, делимся. И мы всегда доходим до истины. За круглым столом говорили и о наркомании. По словам Евгения Демина, начальника Успенского отдела полиции, в этом году на территории поселения были выявлены 30 фактов сбыта наркотиков. В основном драгдилеры действуют через закладки. Под особым контролем люди, вернувшиеся из мест заключений по аналогичным преступлениям. В целом на территории Денцовского района за минувший год были задержаны 11 преступных групп и закрыты 4 нарколаборатории. Чем больше мы будем получать значимой информации, это и консьержи, которые находятся в домах, это и добровольно-народная дружина, соответственно, администрация, молодежь и так далее. То есть, чем больше, когда мы идем в жилой сектор, участковый, полномочный, инспектор по делам несовершеннолетних и так далее, получает эту информацию, тем больше мы ее будем отрабатывать. И педагоги, и представители общественности, а также Успенская молодежь сошлись во мнении, побороть наркотическую гидру можно грамотной профилактикой. Наряду с лекциями о вреде наркотиков в школы должны прийти уроки здорового образа жизни, доброты, духовно-нравственных и семейных ценностей. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.